У тебя трое детей Я могу еще и педагогов учить Эти инвестиции финансовые Они сразу же вернулись Прилетаю из Таиланда с кормящим ребенком Начинается невероятное совершенно А у тебя стабильно 600 тысяч рублей сейчас Да, ну... Надо больше Первые 500 тысяч, а одна заработала Я вижу, твой банкомат, он медленно выдает Я могу внести изменения в систему образования 3,5 миллиона сделать вот только на том, что уже есть И когда решилась там техническая проблема У меня очень хорошо, вывожу деньги, они заполняются У меня вот такие смешные прям случаи Всем привет из сказочного Бали Настя Камаева, резидент акселератора Собственница онлайн-школы Игра в каллиграфию Ты уже в акселераторе более года У тебя стабильно 600 тысяч рублей сейчас Да Сколько клиентов за это время у тебя? 5200 семей прошло курс Ну сейчас уже больше, цифры не проверяла давно Больше 5000 5200 людей И что ты, чему ты их учишь? Какую трансформацию они проходят? Я помогаю родителям качественно запускать образовательный процесс с детьми Так, чтобы дети любили учиться На примере письма Стоит проблема, типа он не учит уроки Либо не могу заставить читать, считать Как это подойти? Проблема стоит примерно такая Что ребенок не любит писать Отторгает этот процесс Вообще в принципе процесс образования отторгает Это аудитория, где дети школьники Есть малыши, которые хотят научиться, но у них есть сложность определенная И есть более старшие, у которых тоже проблема Это уже в оценках как-то еще отражается И моя личная история как раз таки началась с того, что у меня проблема с ребенком С старшей дочерью возникла Что она пишет печатными и сложно перейти на прописные буквы И, в общем-то, решая ее, я, получается, решила Типа это не просто писать А этот метод, который в целом, чтобы они хотели учиться Да, да, дело в том, что я сама увлекаюсь самообразованием И системой образования детской Такой современной, адаптированной, не классическая школа Да, как сделать так, чтобы у детей вот этот интерес познавательный Сохранился на протяжении всей жизни Чтобы они любили учиться и развивать себя И развиваю различные со своими детьми различные навыки Планирование, там, целеустремленность То есть очень-очень много качеств и навыков, которые помогут им во взрослой жизни Они не учатся у меня в школе, они учатся самостоятельно Поэтому мы такую систему вот играли, выращивали ее И на основании этого, на основании этих знаний Получилось, что мне удалось изобрести такую методику некоторую новую Потому что не было ничего в пространстве подобного В основу которой вошли как раз-таки вот мои знания в целом про образование Да, не чисто садись и пиши, надо делать вот так или давай поиграем Концепция в том, чтобы дать им навыки, чтобы они учились самостоятельно И так процессы мы и налаживали, но именно письмом Мне было интересно заниматься самой То есть я стала с ними проходить То есть я пошла сама, отучилась на курсы каллиграфии Потому что мне это было интересно И они подключились автоматически После этого, после того, как у меня из моего вот этого решения Да, появилась вдруг неожиданно курс А потом еще и онлайн-школа После этого сейчас у меня начинают появляться Какие-то узкоспециализированные еще дополнительные курсы Например, про планирование Это твой первый бизнес? Это у тебя не было? У меня были, но это были такие партнерские То есть я всегда была помощником Помощником у кого-то Расскажи историю, ты кем до... У тебя трое детей У меня трое детей В возрасте Десять лет семь и два года Ты начинала школу делать, когда ребенку было примерно полгодика? Нет, когда он был еще только должен был родиться через... Вот То есть у меня вместе с ребенком, да, рождался проект Раньше я была, до детей еще, я была организатором мероприятий Я работала в компании Прошла от администратора до начальника отдела рекламы и маркетинга И по факту я потом пришла к тому, что я все время в какую-то самореализацию пытаюсь убежать Там в работу, что проекты, мне нравится что-то создавать Но у меня страдает семья То есть у меня дети прям вот брошенные оказывается Дошло до того, что у меня муж просто взял ребенка Вернее, сначала взял себя, уехал в Таиланд отдыхать И потом сказал, хочешь, приезжай вместе с ребенком Хочешь, не приезжай Ну то есть вырвал меня из этой вот колесницы какой-то таким способом И мы прожили три года в Таиланде То есть я в какой-то момент поняла, что семь лет ребенку надо идти в школу Надо возвращаться в Калининград Как бы, да, одиннадцать лет там все к школе привязаны И мне этого не хотелось И это как бы у меня от мужа направление такое было Что дети могут учиться без школы И все, вопрос, задача, как быть, да, мы не хотим в школу Потом поняли, что мы не только поэтому не хотим, а вообще в принципе И я стала, ушла из всяких там бизнесов и около этого И стала заниматься именно направлением образовательным со своими детьми То есть начала, по сути, учительница своих детей Нет, не учительница Я стала привозить семинары образовательные В которых получала систему как раз таки, как не учителем быть А как организовать так, чтобы дети учились самостоятельно То есть ты, а, ты как организатор ивентов делала ивенты по образованию детей И там обучалась сама и свои детей Да, обучалась сама, да, у меня не было денег к тому моменту Для этого у тебя была мотивация, чтобы детей учить У меня была мотивация, да Мне же детей в школу везти, либо не везти, либо оставить дома А дома оставить и как? И что? За стол посадить? Ну, то же самое, парта, ручка, нифига не работает И я понимаю, что как-то по-другому Но нет у меня инструментов, как делать И тут я нахожу человека, у которого ребенок отучился без школы С красным дипломом закончил Вместо 11 лет 7 За 7 и, в общем, там, с всякими няшными направлениями Куча языков, инструменты, все такое Вот, и этот человек, эксперт, она вела, как раз начала возить семинары по России Я ее пригласила, у меня денег не было, поэтому я как бы стала организатором И Калининград в итоге стал самым активным городом, в который приезжала она минимум 2 раза, а то и 4 раза в год И постоянно были полные группы И я там прокачивалась, то есть я там брала навыки, которые нужны родителю, чтобы воспитать успешную личность Но воспитать надо себя сначала То есть навыки, которые нужны, чтобы стать себя, а дети параллельно Вы в школу не пошли, вот учились Мы в школу не пошли, да, мы запустили все процессы То есть я пришла к ней, да, поучилась И все, что она сказала, я по инструкции Так, это делаем, вот это, это, вот это, это, вот это То, что могла, сначала с маленьких шагов, потом больше, больше, больше И потом у меня же целая система сложилась И я сразу практик, я сразу практикую, практикую И писатель, и пишу там в инстаграме, а не вконтакте у меня было, вконтакте, потом чуть-чуть в инстаграме То есть ты просто делилась просто Я просто делилась, да Это не было стратегии, ты не понимала, что... Не было, не было вообще никаких идей, никаких там, что я это делаю для чего-то То есть ты не понимала, что потом можно монетизировать Нет, написала статью, в соцсети я запустила Так, пошаговый планчик, как сделать так, чтобы любил письмо Эта статья до сих пор доступна, она есть, можно ее прочитать, можно пройти весь этот путь Но никто не проходит И я это увидела сразу же, когда все, ой, Настя, спасибо, а какие прописи? А как это, а это вы как делаете? И столько вопросов появилось, а я понимаю, что я не могу с каждым разговаривать В смысле, я же все написала И потом я понимаю так, это как с детьми Когда ты рассказываешь ему, 15 секунд ушло внимание, он ничего не понимает Думаю, надо показать, если ты не, надо показать Первая мысль моя была Мне нужно найти человека, который сделает курс Я готова собрать группу, я по стандартной модели Готова собрать группу, и я разговариваю с девочкой Ты бы эксперт был Да, я разговариваю с девочкой, у которой я училась писать Я говорю, Аня, у меня есть группа людей, вон за мной стоит, я тебе могу группу собрать Научи детей, чтобы они полюбили письмо Она говорит, а что надо сделать? То же самое, что мы с тобой, только детские прописи Я говорю, не, подожди, надо вот это, вот это, вот это Она говорит, слушай, сделай-ка ты сама свой курс И вот это послужило, то есть дала благословение И я понимаю, что, а у нее нет детей То есть она учит взрослых, как лейтеринг вот это делать И я понимаю, что я прошу человека, который ничего в этом не понимает Сделать что-то, что ему вообще не свойственно И сама рассказываю, как это сделать И в итоге я поняла, что я сама могу сделать это Я покажу, как мы прошли Я сняла 6 видео коротких, пошагово прям Как мы от точки А до точки Б дошли И думаю, один раз это запущу Вот своим друзьям Просто в соцсетях расскажу И условно возьму там цену, чтобы мне было приятно Благодарность обратно Я поставила там совершенно минимальный ценник И просто в соцсетях поделилась Я поделилась, поделилась любовь о том, что вот у Насти Кто хочет, приходите, поучитесь И ко мне пришло 400 человек Вот, было, да, около 150 тысяч И это было неожиданно, потому что я же готова была и так отдать И я не верила, что я тут позову и ко мне придут, что-то возьмут И тут все приходят, и еще они не просто приходят, они друзей привозят Друзья не успели в эту группу давать и следующую Я сразу же запустила в следующую группу А как ты выдавала ссылки на видео? Все было внутри соцсетей У меня была группа ВКонтакте и группа в Инстаграме И там я... Закрытые группы? Закрытые группы, да Вручную мне приходили по 500 рублей на сбер-какту Ты сэкономила на том, что ты когда-то проинвестировала в мужа Он тебя снял, ты сама смонтировала Ты не покупала никакие образовательные платформы Да, если говорить о затратах Вот когда спрашивают, сколько у вас ушло, у меня ноль ушло Первый курс ты делала, по сути, по запросу друзей, друзей, друзей Типа, научи Дальше, почему ты решаешь повторять? Тебе понравилось? Собирается снова группа Во-первых, мне понравилось то, что это работает у других людей То есть такие отзывы были неожиданно для меня Я поняла, что это работает не только с моим ребенком А еще вот с другими детьми Ребят, вот за такие маленькие деньги вам отдаю Потому что я хочу, чтобы вы были самостоятельны Я базовые вопросы вот здесь вот вам, да Я вам комментарии каким-то, да Но лично ко мне каждый раз То есть были те, кто обижались Что ты, Настя, ты там не отвечаешь Я говорю, привет, воскресенье У меня новорожденный ребенок, алло То есть были такие ситуации, которые мне дали понять Что, Настя, твое ценно время Время твое ценно Ты сама ценно И твой опыт ценен Я не видела дальше перспективы Ну вот одна, вторая, третья группа А потом что? Они все равно постепенно набираются Меньше, меньше и меньше И у меня не было идеи онлайн-школы У меня такого вообще в моем просторанстве Этого не было И мне подруга присылает ссылку на видео Говорит, посмотри, тебе это понравится Нажимая на эту ссылку И там видео твое и Сергея Про онлайн-школы И про то, как люди зарабатывают И там пошло Что вот есть такая школа Выращивают грибы, зарабатывают столько-то Это все в миллионах Все в это И у меня, конечно, тут разрыв шаблонов Полнейший произошел От масштабов, да От цифр, естественно От возможностей И от самой мысли Что ты, как человек, имеешь какую-то ценность Опыт свой Навыки свои Свое уникальное видение Необычное Которое помогает другим людям Где ты прошел какой-то путь Пусть маленький, да Но вот это все помогает другим людям Кто стремится сюда же пройти И ты можешь их за собой повезти Обучить И за это получить благодарность Да, в виде денег И это не стыдно И потом, значит, я вижу Что вы, оказывается Сделали акселератор Я тогда не понимала, что это такое Я пошла все почитала Посмотрела все ваши интервью С Маратом Негамедзиановым Мне очень понравилось То есть я вообще увидела Что и существуют такие люди И еще самое главное Что я там увидела У меня всегда был шаблон Что люди бизнеса Это такие Где-то высокомерные Где-то нет Но вот четкие деньги То есть они ни во что не верят Другое А у меня Нумерология Астрология Я детей раскладываю По дизайну Да, то есть у меня много интересов Таких нестандартных И тут я слышу, что Марат, например, набирает Команду по дизайну Да, что у вас обязательно По нумерологии По астрологии Да, отбор И я думаю Какие классные ребята Они и миллионеры И еще у них личностный рост И духовный Ну, как бы и в духовной То есть очень много всего того Что у меня раньше Не связывалось воедино А тут связалось И все Я поняла, что мне надо туда Идти учиться Денег у меня при этом не было Я не могла из бюджета Взять и вырвать Там 300 тысяч, например Но меня это сильно не беспокоило То есть вот есть задача Надо найти решение Я детей так учу Да, трис Есть задача Найди решение Да, нет денег Что делать Но мне туда надо И я прям знала Что я там буду Я не знаю как Но я там буду Так как я любовь Все время продвигала Да, я пошла И сказала ей Любовь Я тут нашла Как все сделать системно Правильно Оказывается, этому учат И я пойду туда учиться Если вы готовы Мы можем вместе пойти И мы договорились Что она оплачивает Первые два месяца Я пошла в рассрочку В итоге А я вторые два Но я поставила себе цель Что я сразу же Эти деньги себе верну Чтобы вот это вот Все не размазывать Не растягивать Я в первые месяца Заработала 500 тысяч С помощью ваших технологий И все И я сразу закрыла долги А почему ты раньше Зарабатывала там 150-180 А потом Потому что Я себя не ценила Не ценила свой продукт У меня был только один вариант Я не знала Что вот эти вот Разные пакеты Могут быть Да, мне казалось Что я каждому должна помочь И всем И все То есть Ну опять же Не ценность Своего времени Я сделала пакеты Я их Ну я уменьшила То есть Сделала этапы Да, то есть Базовые Там следующие Я сделала Первый продающий вебинар Я Все, что вы давали Лендинг Всю автоматизацию То есть у меня же ничего не было А до этого Ты просто постами В инстаграме продавала И в соцсетях Без лендингов Без вебинаров Вообще Да, какие вебинары Я даже прямые эфиры не вела Я в домике Этот интроверт Если хотите Покупайте Зачем мне С бубинцами танцевать Я могу вам рассказать Вот хотите Как вебинары Сложно первое было? Очень сложно Очень сложно Для меня И до сих пор Для меня это сложно Но я вот целый год Это качество Себя прокачивала Сейчас я наслаждаюсь Вот я на днях Переписывала продающий вебинар Я с таким большим удовольствием Все это делала Но на продажах Все равно стала запинаться То есть здесь еще Мне надо докрутить Но я сейчас уже сознательно В это иду И мне нравится Первый вебинар Был сложно психологически Но он был классный Потому что Все вот эти вот схемы Что, как делать Это одно А есть в твоей жизни То, какой ты И, например, во время вебинара У меня проснулся ребенок Ночь Он тебе помог И я говорю Ребята, подождите 15 минут Мне надо покормить И я ушла Кормить ребенка Ну а что мне Мне же надо довести И они ждали И они ждали И потом еще всем рассказали Какой был классный вебинар Вот И продажи я там, естественно Не делала То есть я там Контента Я много всего Забирайте, забирайте, забирайте Сказала, что вот будет курс То есть ну как-то там в конце И на следующий день Жду продаж Нет Оказалось Что у меня На стройках что-то было То есть мне люди пишут Настя, мы хотим перевести А некуда И так как я была в Таиланде Я не могла настроить Технически все очень быстро У меня кошелек Яндекс Его надо там Расширить А у меня 60 тысяч только И когда решилась там Техническая проблема У меня 60 тысяч Меня Яндекс заблокировал Я там с ними договорилась Давай выводить деньги И короче я вывожу деньги Они заполняются У меня вот такие смешные были Ну классные прям случаи Да и вот таким образом 500 тысяч я туда-сюда И ребенку к тому времени Было меньше года 8 месяцев То есть ты там Одно рукой набираешь Я и так и так Да, но у меня супер муж То есть мы договорились Муж увлечен помогал Да, да То есть вот В этот момент Когда я училась Всю детскую тему Он закрывал Он супер Ну он роды принимал Динамической гимнастикой занимался Он с ними плавал Мы в Таиланде То есть там все это можно Да Мы делили Если у него работа То соответственно Наверное мы там полдня Он, полдня я Тяжело было Но мы прям Это называется Сдать себя в армию Это вот его фраза такая Да, мы себя сдаем в армию Готовы, готовы Таким образом Ты сразу 500 тысяч получила И в принципе могла закрыть Всю оплату Да, да И меня это Это прям было Это мое первое было достижение Что я поставила цель И все И эти инвестиции Финансовые Они сразу же вернулись Прямо сразу же Причем это было настолько Все неожиданно Так же как наверное С первым потоком Дальше было чуть сложнее Встретиться с тем человеком Который уже прошел И он тебе что-то расскажет Там не весь свой путь Но вот то что Да, мне это было Очень важно и ценно И вот я прилетела в Алуж Что На те деньги Которые только что заработала Это было круто В какой момент В какой момент ты поняла Что ты не будешь продюсировать Кого-то сама себя будешь продюсировать Это был тяжелый выбор Это тяжелый этап был Потому что я себе на год Построила такую программу Что сейчас У меня идея была Сейчас я тренируюсь На своем проекте Маленьком Но он же так Несерьезная тренировочка какая-то А я же вот для другого человека И мы прям запланировали Что она прилетит к нам в Таиланд Там в феврале Мы будем снимать В какой-то момент Обстоятельства Стали так складываться Что в феврале Она не прилетает Март не прилетает Апрель не прилетает А в мае у меня конференция Малушки новая Она мне говорит Я в мае прилечу Я говорю нет Мы смогли это все вырулить Я вернула ей часть Ту, которую она платила Соответственно Они пошли сами развиваться Со своим мужем тоже Но момент позволения себе Делать свой продукт И свою школу У меня наступило Благодаря тебе Приходит письмо о том Что кто хочет Свои проекты разобрать А я всегда стесняшка такая Думаю Че, какой у меня проект Я же несерьезная такая Вот у всех школа У меня не школа Думаю, ну надо уже переварить Это все, чтобы внедрить То есть у меня скорость медленная У меня же семья еще И много всяких задач Я вижу, твой банкомат Он медленно выдает Медленно выдает Да, мне надо ускориться Тебе вот прошло уже год примерно Да, с тех моментов С того времени, когда он Выдавал 300 А сейчас выдает 600 600, да Да, тебе нужно в разные банкоматы Пытаться И несколько курсов еще Так и получилось у меня Что знаешь Некачевая ниша Превратилась в качевую То есть Тема с детьми С родителями Там есть сложность Потому что они приходят Как бы с детьми А на самом деле с собой То есть я работаю В два направления Это тяжело соединить То есть я создала что-то Что нужно внедрить в школы И всем будет счастье И они стали ко мне запросы А это обучение профессии В общем, получилось, что я так Так, что я изобрела новую профессию Да, мастер игры в каллиграфию называется И это другой совершенно Да, это не 3-5-7 тысяч Как у меня пакет стоит Мы смотрели мои пакеты У меня был там Маленький и средний И все, ты мне говоришь Тебе нужен какой-то годовой Еще вот это вот А я прям Нет, у меня ничего такого нет У меня было предубеждение Что родители не готовы 50 тысяч заплатить Например, за детей Сейчас у меня пакеты 10, 21, 500 и 50 Надо делать 250 Да, надо делать 250 Потому что те знания, которые у меня есть В комплексе уже Это прям такой Ну и тоже у меня вопрос Это как личный коучинг должен быть Или это тоже программа в группах Личный коучинг не надо делать Это все лучше групповое делать Да, потому что вот 250 Пока я вижу как личный коучинг Если про родительскую тему говорить Знаешь, иногда приходишь к банкомате Особенно вот здесь на Бали Он выдает 50-рублевыми Да А другой выдает сотнями И один может выдать максимум полтора А другой три выдает Да Большие чеки, они рулят И 50 тысяч это небольшой чек Это Небольшой, да Ну это вот уровень моего Знаешь, вот чуть-чуть растет понемножечку Чтобы вырастить этот уровень Я переехала на Бали Еще ближе к вам Постепенно, медленно, медленно, медленно Со своей скоростью Но если посмотреть на год назад Полтора года назад Я супер ракета Потому что у меня было ноль А теперь у меня 600 И я пока к этому привыкла Вот Сейчас-то уже я много всего вижу Расскажи про команду Сколько у тебя человек работает? Начинала я с одного помощника И мы с ней вдвоем Полгода работали Потом еще одна появилась Вот втроем Они мне сами написали А я две недели назад подумала Как бы мне кого-нибудь, кто бы помог По 5 запросов вселенной Вот себе пришла Какая зарплата сначала была? Я спросила, сколько они хотят Они сказали 8 И я 8 ей дала И вот пару месяцев Они работали за 8 Сейчас они одна получает 20 Другая 30 Сначала они делали все Потом выделились Одна в техническую часть Сказала, я люблю это Вторая в часть SMM И вот все, что связано там С соцсетями Все Вот в такой команде мы работали То есть у меня было Долгое время всего 2 человека Да И только последние полгода У меня появился продажник сейчас Который звонит? Да Ну она как начальник Она начальник отдела продаж То есть она как раз из моего круга Она любит проект Ей не надо было работать У нее муж И она вот из-за идеи Так мне повезло На твоем уровне Если вы сейчас еще наймете 2 подажников У вас может увеличиться Ну вот 3 человека сейчас у нас тестируется Ну вот через 2-3 месяца Вы можете вырасти Раза в 2 должны вырасти И сейчас еще я закрываю Там, где я много трачу времени Хотя это мое любимое дело Писательство У меня стажируются 4 копирайтера Чтобы вот эту контентную часть закрыть Потому что кроме автовебинарной модели Я еще контентные воронки использую Ну так как у меня на текстах все построено Портал в чем делаете? Делаем Делаем портал Базу знаний Я все эфиры, которые Я научилась вести эфиры То есть меня Моя подруга Вытолкнула прям Сказала Чтобы тебе хорошо продавать Иди делай эфиры прямые В инстаграм Я стала вести прямые эфиры Краснела, бледнела И все такое Первые 2 думала Что никому это не интересно Но когда отзывы стали приходить Настя, а это то Побольше расскажи И я таким образом Натренировалась Это мое вообще Я люблю на сцене выступать У тебя же помощник появился Сразу же ты или нет? Нет, через месяц То есть первые 500 тысяч И одна заработала Сама Технику Все-все-все делала Вебинарная комната Я сама делала Вебинарную комнату Я сама делала Геткурс Полностью все подключала Мне мальчики Вот парни из моего потока Помогли какие-то прям Совсем технические вопросы решить А так я в техподдержку Говорила Я вот это не понимаю Вставляла вот это Что такое Эти бойцовые Небойцовые Там какие-то, короче, платежи Вот И они мне прям там Все рассказывали В техподдержке В Яндекс.Кассе Вот Все настроила сама Сама делала сайты Лендинги Все сама делала Первые В течение первого месяца Первого месяца Да, то есть Запустилась полностью Я сам И даже реклама Натрайла в Фейсбуке Lookalike Вот это все Не знала, что это такое Записывала прям за Сережей Это вообще сложно? Или вот Ты сильно умная? Это сложно Когда ты Когда у тебя много Ну вот Незнаний Да, каких-то И ты не хочешь Даже шаг сделать В этом направлении Я смотрела Видео Урок Да, где там Сережина Рассказывает про Рекламу Lookalike Вот это Вот это Вот это Я записывала слова Которые не знаю То есть Что-то я поняла Что-то я не знаю То, что я не знаю Я потом Google в помощь Пошла Посмотрела, что это такое Смотрю второй раз Уже понимаю На 10% больше Короче На рекламу я не тратила Долгое время Год я вообще Не тратила Первый раз Когда я этот Lookalike пробовала Я 6 тысяч потратила На рекламу За сколько-то Там много месяцев И потом Когда я начала Аналитику собирать Оказалось Что 60 тысяч Мне только с Фейсбука Пришло оплат Текущий доход 600 тысяч рублей Какие расходы И какая маржинальность Расходы у меня На зарплату Самые большие Это 120 тысяч сейчас При том, что Тестируются у меня люди То есть мне приходится Им платить Но пока они не приносят Результаты Но сейчас мы будем Это настраивать 120 зарплата 60 тысяч рекламный бюджет Мы стали его выделять Совсем недавно 3 месяца назад До этого было 0 В рекламу практически Технические сервисы Около 20 Получается Если ежемесячно разделить И налоги Которые вот В этом году Стала я платить А до этого у меня Была отсрочка Потому что я юный был Ипоист Примерно там 350-400 тысяч Чистыми выходят Да, где-то так Надо больше Да, пока все равно Это получается Как бы от зарплаты До зарплаты Потому что амбиции много Работы много Мы начинаем делать Еще и еще что-то Но в общем Я долго не могла Себе позволить Честно сказать Что у меня бизнес У меня все время Была идея Проект Как угодно я называла Но только не бизнес Где должны быть цифры И результаты Ты по цифрам оцениваешь И сейчас я стала учиться Смотреть таблицы Аналитику собирать Вебинар Его эффективность Не потому что Ой, я так или не так сделала А потому Сколько было Вот этих конверсий Промежуточных Сколько в итоге цифр Как он продавал Сейчас вот мы Второй вебинар запустили Как он будет продавать То есть вот по цифрам Мне это прям очень нравится Тоже я заново учусь Все это сводить И уже Эффективность смотреть По финальному Конечному результату И задачи ставить Соответственно так же Скажи, что тебе Акселератор дал Если бы ты сейчас Принимала решение Идти, не идти Во-первых Тем более Твой кейс интересен Что ты стартовала Уже без нас И потом к нам пришла Самое основное Что было у меня Из ценностей таких Это Объединение Двух моих направлений Двух моих желаний Что я могу Работу И семью Объединить И успевать И то, и другое И это не разрыв По ценностям Это Все об одном Очень быстрый Рост произошел То есть Вот я пришла В сентябре И уже в октябре Все У меня готовая школа Масштабирование В своей голове И понимание Что оказывается Я могу еще И педагогов учить А за этим Что дальше стоит Стоит то Что я могу Внести изменения В систему образования Это то Что я никогда не могла Знаешь Мы можем ходить И говорить О, там плохая система образования Что ты сам сделал И это классно Так что вот С тебя одного Могут начаться изменения Я бы никогда не пошла В министерство И сказала Знаете, я там что-то придумала А оно само распространяется Твоя идея Она как бы вот цветет Плюс, конечно же Финансовая обеспеченность Лучшая финансовая свобода И понимание возможностей своих И сама идея Что твои знания Они ценны Во всех смыслах И ты получаешь И похвалу И благодарность И деньги И все Что тебе необходимо Для свободной жизни И для реализации Всех своих творческих идей Вот тебе на, пожалуйста Ты вот как ребенка выращиваешь Я сейчас свой бизнес выращиваю Топ-3 инструмента Линдсайды Которые ты вытащила Из акселератора Первый инструмент Это сначала продать Проверь вообще Надо кому-то это или не надо У тебя было проседание Тогда У меня было проседание Потому что Твою историю знаю У Насти было Вместо того, чтобы продавать Она начала курс писать И это у тебя длилось Там несколько месяцев Соответственно Не было продаж Да, да, пару месяцев И они Там Новый год Когда можно было много продавать А у меня Там сначала 500 А потом 300 Вот этот момент удержаться Сделать легко Достаточно Первый А потом дальше Надо так выстраивать Чтобы это все Автоматизировалось И на этом уровне держаться Потом снова расти Надо брать и делать Брать и делать Осознание Намерение Действия Если ты просто мечтаешь И что-то там себе придумываешь Меньше говорить Надо больше делать Вот эти все темы Что ой Там автобинарная цепочка не работает Ой, там эта цепочка не работает Ой, там то не работает Все работает Просто зависит от того Как ты там Подрихтовал здесь Что-то там поправил То есть признай Что ты фигово продаешь Ты начал кашлять Когда надо было продажи делать Да И трястись И это все чувствуется Иди прокачай свой этот навык И давай продавай И окружение Окружение Это прям моя любовь Несмотря на то Что мне очень тяжело Выйти в первый контакт Общаться И вот много таких Во всяких вещей Расскажи, кто у тебя в группе С кем-то В Алуштах Я вот такая Что буду сидеть И сама разбираться Я не в группе Ни с кем особо не общалась Все сами начинали общаться Ни с кураторами Ни с кем Я беру и делаю Получаю результат Моя стратегия такая Видимо Получаю результат И мне все приходят Говорят, Настя О, это ты А давай пообщаемся Расскажи это И я начинаю В общем-то В таком формате Я прилетаю в Алушту Думаю, в уголке постою Посмотрю там на Диму На всех И я прилетаю И начинается Невероятное совершенно Потому что все говорят Настя, это ты Настя, это же ты У нас Я там не первый номер заняла А второй по объему продаж Но у меня было Большое количество Их с мелкими чеками Это же ты А ты же в Таиланде У тебя же маленькие дети А как ты здесь оказалась И в общем-то Началась такая там Заварушка невероятная Был Марат Нигамедзянов Который меня тоже Покорил своим вот этим Вот необычностью Какой-то его истории Когда он с ногтей Там до чего-то Да, то есть Обычные люди Смотрите интервью Марата Нигамедзянова Оно одно из первых на канале Марат Нигамедзянов Он на школе рисования Делает 20 миллионов рублей Ежемесячно Уже на протяжении 4 лет Вот интервью уже, наверное Около 2 лет Обязательно посмотрите Меня впечатлило то, что С обычных какой-то Вот тоже, как я получается Да, как рукодельник начал И вырос, да, и выстроил И мы оказываемся в нетворкинге Я первый раз в таком участвовала Когда надо про себя рассказать Третий стол Я за столом Марата оказываюсь И все легко там знакомятся Я то-то, то-то Давай там А я не могу Для меня это прям Думаю, ну к Марату же надо как-то Я рассказываю про свой проект А Марат на каждый проект Хихикает почему-то И кто-то ему спрашивает Марат, а почему ты хихикаешь? Он говорит Я все эти ваши идеи пробовал Я могу вам рассказать Что и как Я смотрю к нему вереница Прям людей с вопросами И он так спокойно отвечает Всем все Я дождалась одного момента Свободного Когда ничего не было Я говорю Марат Можно рефлектору познакомиться с проектором И тут просто все поменялось Потому что я между строк читала Кто какой человек Какие увлечения И у него тема дизайн человека А я рефлектор Тот, кто вот в этой системе Какой-то необычный И в конце Алушты Мне подходили ко мне И говорят А какой вы с Маратом С Маратом проект делаете совместно? А вы совместно Да, он постоянно потом Так, а вот здесь вот это И он мне давал решение То есть такой личный коучинг практически То есть какие-то невероятные вещи стали случаться То есть когда ты позволяешь себе Начать общаться Выходить вот И увидеть, что да Это просто тоже такой же человек Просто он впереди Там, где ты хочешь быть В завершение расскажи про свои планы Когда у тебя будет трешка стабильная И когда будет еще больше Я год назад ставила себе еще эту цель После Алушты Я поняла, что надо прописывать Вот эту одну большую цель В цифрах Большую В год Да, потом ее на месяца делить Началось такое прям уже Строительство с умом Но не произошло у меня Такого быстрого роста Потому что я мама Я и здесь, и там У меня очень крутой муж И мы с ним параллельно как бы все это Поэтому я работаю вот над этим Над тем, чтобы начать больше делегировать И позволить себе взять помощника Такого, кто будет не продюсер То есть я же еще совмещаю Продюсер-эксперт И вот в этом как раз тоже сложность Да, что мне надо и то, и то, и то Вот, какого-то я одна Какого-то помощника Который сможет важную часть Там продюсерскую выполнять Да и экспертную часть Может кто-то выполнять Мне сами девчонки написали Настя, я знаю, как развить твой курс Давай я тебе курс запишу Из 10 штук Мы будем его Идет А почему нет? Вот, но сейчас Ближайший план до лета Автоматизировать все здесь И 3,5 миллиона Сделать вот только на том, что уже есть С помощью того, что научиться продавать Отдел продаж Вот все-все-все, короче Вот здесь вот Доделываем Молодец Ребят, кто хочет себе онлайн-школу Заинтересовался В описании под видео Есть ссылка на наш мастер-класс Вот, который изменил твою жизнь И сотен других людей Переходите по ссылочке Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Как создать свою онлайн-школу Продюсировать себя Или свои эксперты Быть такой крутышкой, как Настя Да Все возможно, реально 3 шага Осознание, намерение, действие Осознал хочу Намерился получить это И пошел действовать Действовать Вот самое главное У вас все есть Не переключайтесь